Академия Зирок Как обычно девушке добиться таких высот в моделинге? Если честно, я до сих пор не понимаю своего счастья. Мне кажется, что это все благодаря удаче. На самом деле любая девушка может стать моделью, либо же фотомоделью. Здесь нет никаких точных правил. Например, у меня часто спрашивают, как мне стать моделью, что мне для этого нужно, а как худеть и все тому подобное. На самом деле это все не важно. Главное, яркое желание, чтобы ты очень сильно этого хотела. Если ты хочешь этого, то обязательно у тебя все получится. Это самое важное. Скажи, пожалуйста, поподробнее, с какими домами мод ты работала? Мне посчастливилось работать в доме Версачи, самой Донателло Версачи. Она безумно хорошая и невероятная женщина. И также в доме Ла Перло. Очень хорошо. В каких рекламах ты снималась? С какими фотографами с мировым именем ты уже успела поработать? Я работала с такими фотографами, как Дмитрий Черный, Тимофей Колесников и Сергей Корольков. Это русские фотографии и безумно хорошие ребята. Они очень достойные фотографии, я считаю. У них невероятные снимки. Они хорошо делают свою работу. Мне понравилось с ними работать. Я знаю, что ты закончила модельную школу. Какую? Я закончила нашу черниговскую школу. Детюля Модел Сити. Боже, мне так круто. Я тоже закончила. Значит, у меня есть шанс тоже стать моделью? Конечно, у всех есть шанс. Знают ли нашу модельную школу в зарубежных агентствах? Расскажи, кто тебя привел в модельное агентство в Чернигове? Я думаю, что наше модельное агентство Черниговское, оно будет развиваться в дальнейшем. Все получится, все будет хорошо. И мы будем на очень высоком уровне. Я на это очень надеюсь. В агентство меня привела... Нет, так, сейчас. В агентство меня привели на данный момент два моих близких человека. Это Янита Мушинская и Мария Панкратева. Я сейчас с ними в очень хороших отношениях. Мы дружим. И это тоже очень хорошие люди. Я им очень доверяю. И я надеюсь, что наша дружба еще будет не последний год. Какими качествами характера нужно обладать, чтобы стать моделью? Я думаю, должна быть железная выдержка. Не каждый сможет выдержать все эти нагрузки, которые достаются модели. То есть это плотный рабочий график. Это соперничество. Поэтому здесь нужно завести с терпением. Очень хорошим терпением. Стандартный вопрос. Как начинается день модели? Сколько кастингов в день ты посещала? Рабочий день модели не такой радужный, как хотелось бы. Обычно это с самого утра разрывающийся телефон рабочий, миллион сообщений. А в день, в обычный день, например, когда просто идет работа, это приблизительно от двух до пяти кастингов. Если это неделя моды Fashion Week, то это приблизительно 13 кастингов в день. Помни, пожалуйста, когда ты была ребенком, о чем ты мечтала? В детстве я мечтала стать архитектором. Если честно, то сейчас тоже мечтаю. Я знаю, что ты еще учишься в институте. Как ты все успеваешь? Если честно, то мне не хватает времени. Совмещать учебу с работой – это сложно, скажем так. Но у меня все получается. Я стараюсь. И я думаю, что одно другому не мешает на самом деле. У каждого человека есть мечта. О чем мечтаешь ты? Я много о чем мечтаю, но одна моя мечта есть такая, одна из самых важных. Я хочу себе свою первую обложку. Настя, твое жизненное кредо? Для меня очень важна честность и умение прощать. Это, мне кажется, самое важное, особенно для меня, для моей профессии. Так же очень важна в людях искренность. Искренность. Так же в людях важна очень искренность. Это очень важно на самом деле. Я работаю с людьми, я работаю с очень разными людьми. И иногда искренность, прощение и понимание – это играет очень важную роль. Твои пожелания нашей передачи? Я желаю вашей передаче очень быстрого развития. И надеюсь, что очень скоро к вам начнут приходить люди более высокого масштаба. С вами была передача «Академия звезд». И я ее ведущая Полина Шварева. До новых встреч!